приветствуем вас на канале москвичи без границ но что мы сегодня опять в ялте это пляж дельфин измерим температуру воды покажем сколько людей какие расценки в кафе сколько стоит водные аттракционы а потом прогуляемся на пушкинскую площадь вместе с вами вот такая красота здесь открывается море теплое люди ныряют вид на горы потрясающий вот так вот выглядит пляж здесь отель ливадийский есть чистейшие чистейшие море и людей как вы видите тоже достаточно и посмотрите кстати вот это вот начало пути в сторону пляжа дельфина набережная сделана новая плитка я помню здесь когда мы были давно есть у нас ролик на канале один раз мы здесь были то здесь было так немного все подушатано сейчас конечно намного лучше сделали поставили освещение скамейки посмотрите какие шикарные и вот так вот можно любоваться морем отсюда очень хорошо встречать рассвет потому что рассвет как раз вот там вот в той стороне будет солнышко подниматься так что отправимся посмотрим посмотрим цены конечно же сегодня какие там в кафе по любому там должны быть какие-нибудь водные аттракционы тоже обязательно посмотрим вот и все вам покажем с правой стороны вот здесь находится парк памятник чукурлар не знаю напишите в комментарии можно туда попасть прогуляться если можно то как-нибудь обязательно зайдем туда вот видите санаторий россия находится он в там в той стороне есть карта объекта санатория и вот у них здесь внизу свой собственный пляж даже здесь поставили вот такие навесы потрясающе вечером интересно здесь прогуляться когда освещение вечером конечно кафешки уже большинство наверное закрыты вот но прогуляться к пляжу все равно конечно можно так ну а мы сейчас будем вот пляж ялта дельфин работает с 8 утра до 18.00 вход свободный выгул собак нам запрещен да туда сейчас пойдем и вот именно отсюда начинается уже пляж море сегодня идеально и спокойно и такое море уже стоит третий день но вот измерим и обязательно конечно же температуру воды там вот была вывеска температура воздуха сейчас на 9 утра на пол десятого 26 градусов вот но это в тени на солнышке конечно поболее здесь видите еще все равно подготавливают все что то делают еще не до конца все открыто здесь вот есть отель ливадийский гринцовский насколько я помню ливадийский он вроде бы все включено там вот цены посмотрите конечно же на сайте вот пгт ливадия пляж ливадийский санатория кирова так температура воды 19 температура воздуха здесь 24 показывает но мы пройдемся дальше еще посмотрим что там там у ливадийского есть бассейн свой и один раз тут когда был давно когда еще на коптере можно было летать я взлетал и показывал то что там наверху бассейн есть есть мид пункт спасательный пост есть вот такие лежачки под навесом но я думаю они платные наверное сколько-то стоит попозже мы узнаем стоимость таких лежаков где можно полежать в теневой зоне и внизу тоже есть теневые зоны вот посмотрите сколько людей вот утром на 10 июня все в тенечке ну хотя вон в тенечке все лежат своими полотенчиками и вообще нормально мы кстати тоже здесь когда были тоже с полотенчиками останавливались своими сейчас также тоже разместимся где-нибудь будем отдыхать плавать купаться пляж здесь хороший галька плоская не крупная заход в море тоже удобно что с детьми тоже будет немаловажно и вот как вы видели то что алинка ехала спокойно на самокате то есть никаких трудностей нету также можно пройти через приморский парк и сюда попасть со стороны набережной ялты так ну что смотрите вот такие шезлонги стоят 300 рублей внизу сеточка я вам попозже покажу стоит 500 рублей то есть или это целый день это не час а целый день за 300 рублей сняли себе вот здесь место хорошая в теневой зоне с ковриком таким удобным ковровое такое покрытие зелененькое вот здесь отдыхаете вниз спускаетесь и купаетесь либо прям на пляжу там бронируйте себе тоже шезлонг и там отдыхаете кому как удобно раздевалки есть раздевалок много вот сейчас пройдемся посмотрим а разлив напитков с 9 до 11 с 13 до 15 это от санатория ливадийской а то от отеля да понял ну вот есть здесь разливное пиво стоит 200 рублей давай давай вперед езжай молочный коктейль 200 рублей мохито 300 рублей кофе по 100 по 130 рублей мороженое по 120 рублей один шарик и здесь еще есть мороженое тоже вам по 150 по 130 по 180 рублей и по 100 есть водичка литровая акваминерали не газированная 100 рублей бутылочное пиво крым по 150 стела по 200 хугардом 200 кружка ческа 150 жигули барная 150 адреналин маленький 150 большой 170 чай липтон 180 стакан 1 литр попкорна 150 рублей либо соленый либо карамель вот такие расценки также есть палатка с пляжным инвентарем здесь есть горячая кукуруза кафешечка какая-то такая небольшая есть у них мангал вот я думаю наверное и чебуреки есть но не видно меню может быть на обратном пути увидим будет менюшка вот видите семга чебуреки шашлык долма осетинский пирог салат греческий так ну и посмотрим это все уже конец пляжа получается дальше у нас прохода нету и найдемся какую-нибудь карту сейчас пляжную и будем там отдыхать загорать измерять температуру воды так что оставайтесь на канале подписывайтесь и не переключайтесь и вот люди есть отдыхающие есть видно то что с отелей люди спускаются все загорают купаются но явно не 19 градусов 19 градусов люди бы так спокойно не плавали спокойно и далеко вот так вот эти есть гидроцикл который можно взять тоже на прокат прокатиться цену если найдем скажу вам есть вон банан катамаран сапборды все есть нам и сейчас он туда подальше пойдем где можно со своим полотенчиком остановиться потому что вот эту зону под навесами алина алина стой эту зону всю заняли под алина эту зону всю заняли под шезлонги вот одну сторону и вторую сторону водичка он чистейшая шикарная что-то лодка плывет до лодки плавают яхта стоит это водный мотоцикл стоит и вода посмотрите ну чистейшая водичка чистая чистая прозрачная все видно так что надо будет переключить подводный бокс и поплавать здесь с подводной камерой но это уже когда юля придет юля у нас сегодня на педикюре а мы с алинкой пошли гулять и купаться увид потрясающий смотрите как ялта открывается для вас с новой стороны кто не был я думаю очень полезно узнали а этой набережной а этом пляже вам будет очень-очень полезно так но сами можете наблюдать то что я говорю реально в 19 градусов люди бы так не лежали не балдели бы на море потому что было бы прохладно градусов 22 23 водичка есть измеряем конечно же что касается проката банан стоит 500 рублей 15 минут вывозят туда купаетесь в море и обратно с виражами никто никого не переворачивает гидроцикл стоит 3000 10 минут и 5020 минут стоит гидроцикл это водный мотоцикл кто не знает и катамаран участвует тысяча рублей нам и море и то что я вам говорил камушки видите хорошая галька она плоская булыжники не гравий никакой ходить по нему нормально удобно но уже вот сейчас 10 часов 15 минут уже камни горячие проплывает теплоход на ласточки на гнездо ну что будем доставать наш градусник где он тут встал на камушек и водичка 21 градус градус ровно 21 градус это примерно 2 метра глубины около берега но там будет чуть-чуть попрохладнее буквально наверно град значит 20 но днем вода достигает уже до двадцати трех иногда до двадцати четырех градусов тепла как и говорил прогуляемся с вами по пушкинской улице потом мы зайдем еще в столовую новую как где мы еще не кушали это по совету наших зрителей зайдем покажем расценки там и какое там меню ну а вот сама пушкинская улица на этой улице просто огромное разнообразие всех кафешек которые только есть различные можно и пиццы взять и он у расанчики круассаны понесли а такие вот он по 95 рублей стоит косичка по 7 из 9 пончики 7 из 9 и вот пицца вот такая мега пицца цены смотрите кусочек стоит 79 рублей выбор большой людей как и много ну и вообще людей по этой улице ходит очень много так что если вы хотите найти себе покушать то можно не только на набережной имени ленина в ялте покушать но и вот на этой улице здесь много открывается кафешек вот есть под fast food ем называется также он сила крыма крымские сладости и косметика пекарь кулинарь медоборы это тортики кстати очень хорошие в крыму вот медоборы прям нормально они похожи как наши в москве именно от палочек очень вкусные и цена такая же да как у палочек торты торты все по 10 от 10 рублей но это только начинается от 10 мир канцелярии есть также можно здесь сразу купить экскурсии приобрести и здесь на этой улице как раз таки встречаются всякие таблички с арендой жилья и вот прям вот здесь можно арендовать жилье вина крыма подвалы крыма все 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 есть в изобилии здесь вино здесь можно найти любой категории массандровского вина он и портвейн искать белого камня но ценника здесь нету со стороны улицы это надо заходить вовнутрь и смотреть там расценки какие также есть на это смотрю есть и вино на разлить даже также есть и покрепче напитки вот в этой магазине можно купить все написано скидка между всех 40 процентов римско-католическая церковь вот перед вами открывается на ваших экранах которую тоже нам можно посетить я все никогда туда не доберусь но шортах как-то я думаю туда будет некрасиво заходить вот надо будет как-нибудь одеть вечером поехать одеть свои легкие брюки вот рубашку и тогда можно будет посетить такое место так на набережной вот получается на пушкинской улице давайте посмотрим расценки на персики нектарины 320 220 рублей плоский персик крымский 290 виноград 400 495 абрикосы 250 рублей яблочки по 175 рублей за килограмм груши 350 рублей яблоки тоже 175 рублей также есть фонтанчик такой небольшой но его конечно уже облагородили почистили помыли покрасили потому что раньше конечно за этим не так следили в этом году прям следят за фонтанами очень-очень хорошо и так вот там можно всякие платочки купить повязки очки здесь целый прям выставочный зал энергетик называется вот так там выглядит и там студия ремней товар курортного спроса магия камня нижнее белье купальники ароматы крыма все-все-все можно найти вот в этом вот месте сумки чемоданы и рюкзаки все можно здесь приобрести посмотрите тоже несколько цветов магнолия уже есть здесь смотрите как красиво смотрится обалденно там видать только только открылась там такая свеженькая магнолия недалеко от памятника пушкина и перед вами памятник пушкину бронзовый труд руку на счастье во время прогулок по ялте и здесь течет речка это вот эта речка идет со стороны учен су а он и столовая в которой мы сегодня обязательно заглянем посмотрите как красиво оформлена клумба на пушкинской улице идем мы от спартака еще раз напоминаю кинотеатр в сторону набережной имени ленина и здесь тоже есть он с левой стороны столовая подойдем давайте если есть априс курант целом посмотрим ялтинская столовая и чебуреки плюс плюс варенички давайте подойдем нажмете на паузу посмотрите расценки какие есть вот чебуречные пожалуйста чебуреки по 130 рублей нажимайте на паузу и смотрите первые блюда бульон куриный 190 рублей борщ красный с говядиной 280 рублей пельмени 290 208 250 рублей вареники по 250 рублей салаты от двухсот десяти рублей до двухсот восьмидесяти а нет вот 330 есть смотрите пишите дорого это или нет так а здесь у столовой нету пресс куранта но заходить я не буду есть также вот смотрите мороженое bubble gum кунг-конгские вафли цены нажимаете ставьте на паузу добрый день нажимайте на паузу все смотрите какие расценки это все в пластиковых стаканах подается ну да 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 все сдается пластиковых стаканчиках вам по пол литра цены в принципе по 180 рублей по 200 рублей но недорогие фреш и по 300 250 350 рублей она на самый дорогой 500 рублей так что имейте ввиду где можно будет все зайти покушать напротив них есть смотрите мияги это суши здесь вот можно покушать именно суши большое такое заведение у них и доставка есть и как вам внутрь можно зайти покушать суши как нибудь мы тоже выберемся покушаем суши уже в другом месте помимо рапон там открылся старик хинкалыч кстати и на втором этаже там еще тоже такое молодежное заведение есть тут есть аптека модное место салон красоты переходим мы улицу и идем дальше в сторону набережной с вами вот этого заведения не видел тоже пицца песто написано и вот цены все на сразу на витрине на стекле написаны то есть можете тоже нажимать на паузу запоминать и заходить можно с собой взять сразу в коробочке в сторону пляжа когда идете или же посидеть там внутри покушать здесь и ялтинский историко-литературный музей находится экспозиция ялта страницы истории касса с 10 до 17 30 сама экспозиция работает с 10 до 18 выходной день понедельник последняя пятница месяца санитарный день тоже запоминайте если вам хочется посетить это заведение а вот это вот начинается уже здесь галерея художников они тут к вечеру выставляют свои картины свои экспозиции которые они нарисовали все это продают утром здесь не так много и днем картина выставляется больше всего конечно открывается под вечер когда идет большой поток туристов прогуливающихся но и не так жарко так и у нас идет дальше выпечка есть самса с бараниной с говядиной по 150 по 170 рублей соус 50 рублей и вот есть янтек сыром 130 рублей с мясом тоже 130 чебуреки по 130 рублей слойки различные очма с брынзой 120 рублей пирожки жареные он по 60 рублей по 90 рублей беляши сосиска 90 рублей и есть пирожки даже смородиной маком по 70 рублей с клубникой с яблоко и малина груши тоже можно взять и еще здесь присесть покушать ну и там вот есть тоже столовая с 8 до 18 30 и смотрим меню какое представлено записывайте запоминайте я показываю вам как можно больше цен показываю всю правду какая есть все стоимость блюд за 150 грамм обращайте внимание а вот здесь за 120 грамм то есть вот такие вот расценочки в этой столовой дальше есть еще столовая смак тоже нажимайте на паузы смотрите цены стараюсь показывать вам много цен потому что это актуально чтобы вы примерно понимали свой кошелек какой вам брать на отдых в крым в ялту в 2024 году столовая вот там вот она большая принципе места много как есть открытые веранды так и внутри можно посидеть и покушать так что пишите в комментариях были ли вы этих столовых как там кормят в этих столовых я лично еще не был потому что мы сегодня идем в другую столовую которую я вам обязательно покажу называется она вкусная ешка вот находится на гоголя а кто отправимся сейчас уже именно туда посмотрим цены покушаем и будем говорить рекомендуемый или нет ну а вот мы уже на улице гоголя столовая вкусная ешка гоголя 12 и смотрите меню первые блюда от 90 рублей до 165 рублей вторые блюда от 95 до 195 рублей есть даже семга на гриме на гриме но только 100 грамм за 250 рублей вторые блюда идут от 65 рублей до 245 рублей есть гарниры молочные продукты напитки график работы с 9 до 8 без выходных но зайдем попробуем посмотрим есть где внутри посидеть а можно и на летней веранде посидеть вот летняя веранда вот там находится а мы наверное посидим внутри сейчас посмотрим что выберем где будем сидеть на самом деле так вы посмотрите какой здесь изобилие по сравнению со столовой сиренью очень большой выбор салатов месяца у сам по 25 рублей сель ровно . даже 605 рублей нажимаете все на паузу есть даже желе кисель компот все 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 есть салатов много на различный вкус даже кусочек пиццы есть по 75 рублей супы да здрасте жаркое по-домашнему блинчики по 60 по 65 рублей сырнички 1 штучка 50 рублей вот и гарниры хорошая семья на сколько кусочек выходит по даму примерно сто восемьдесят грамм здорово так вот и такой кусочек сейчас сказали то что выходит где-то грамм на 190 почти что на 500 круглых говорят очень вкусно обалденно гитарные сама конечно немного того я думала как на юльку за выбирает из получается залов здесь аж три штуки вот здесь небольшой зал и вот там есть это тоже зал небольшой и веранда на улице есть дело то что еда еще даже в горшочках есть вот по 210 рублей вот это вот порция за двести десять рублей жильян с грибами тоже 210 рублей стоит и как многие пишут то что говорят о что народу нет ни в каких столовых вот посмотрите сами так что вот здесь зал только пустой немного из-за того то что дети сидят плачут единственное наверное и вот здесь вот посмотрите сколько людей сидит уже но практически полная посадка свободного стола на улице просто нет и вот там где мы остановились тоже места нет остаются места только вот здесь вот посчитайте сколько столов за так что показывают только правду вам что творится столовых и делать пока что я вам снимал все что выбор продуктов этой столовой юлька себе уже с алиной взяли салатик так что же стало салат мимоза 95 рублей вот такая порция хлеб один кусочек 3 рубля пюре картофель 75 рублей котлета мясная 95 рублей кисель 50 рублей и пицца 75 рублей вот это вот вышло на 393 рубля вот так вот можно покушать на двоих и сейчас пойду я себе еще что-нибудь возьму обязательно покажу что я взял так ну и смотрим что взял я взял солянку мясную сборную по-домашнему со сметаной куриную печень 2 блинчик с курицей сыром селедка компот два кусочка хлеба вышло все это у меня на 611 рублей блинчики 130 рублей за два блинчик а компот 50 печень тушеная соус 130 рублей сель под шубой 130 рублей саданка по-домашнему 165 рублей хлеб 3 рубля 2 штуки то есть получать спасли 6 рублей вот так вот можно покушать того вместе у нас выходит короче на 1000 рублей можно вот так вот в этой столовой покушать но здесь вот именно реально на любой котелёк можно как взять продукты все такие же подешевле например не такие разнообразные как в столовой сирень но здесь можно взять и продукты подороже например таких вот семга как жаркое в горшочке как жульен потому что в столовой сирень такого нету конечно и разнообразие как я вам показывал салат просто огромный прохладительных напитков просто вообще обалденно и десерты да кстати я не знаю показывал вам десерты или нет вот есть десерт есть всякие тортики пирожные пирожные медовые корзиночки различные тартар с клубникой тарт вернее с клубникой черный принц вот так вот все это выглядит ну здорово классно и хлеб кстати есть и вот такой черный и черный кирпичик и белый кирпич алинка уже улетает тоже что-то пробовала ну и как вкусно нормально да ну никакого запаха постороннего ничего нет алинка и тебе вкусно что все вкусно котлетка вкусно а пюре картошку жила вкусная здорово молодец ну и я сейчас буду тоже пробовать с вашего разрешения и кстати туалет здесь даже есть и умывальник вот на улице после туалета и ключики надо взять только для посетителей столовой ключики берем на кассе идем в туалет и приносим обратно ну короче я могу сказать большое спасибо нашим зрителям кто посоветовал нам это место мы его посетили показали для вас для новых зрителей кто еще не был в этом месте так что запоминайте эту локацию вкусно кормят недорого на любой кошелек на бюджетной и подороже и на среднюю цену все зависит от вашего вкуса конечно так что приходите кушайте ну а вы подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх пишите комментарии и до новых встреч пока